Велосипеды В Германии выпускают не только хорошие автомобили, но и хорошие велосипеды. Как и автомобили, велосипеды могут быть престижными и дорогими, так и народными и доступными. И сегодня у нас народный велосипед из Гамбурга от компании Bergamont. Модель Vitox ATB. Vitox это серия кросс-контрейных велосипедов, предназначенных в основном для повседневной езды по пересеченной местности. Они дешевы, просты в эксплуатации и в принципе безотказны. Если правильно за ним ухаживать, следить, то этот велосипед может накатать очень много тысяч километров и подарить вам очень много радостных дней. В основном велосипеда лежит алюминиевая рама из сплава 6061. Покрыта она специальной краской, предотвращающей сколы и царапины. Как известно, есть два сплава 7005 и 6061. 7005 более дорогой и более прочный. И достоинством сплава 6061 можно отнести низкую цену и более лучшую технологичность сплава. Поскольку раму сделать проще. То есть, допустим, если вам нужен горный велосипед, вы покупаете 7005. Если же нужен обычный краскотрейник, то сплава 6061 хватит с головой. На велосипеде, как вы можете обратить внимание, установлена вилка амортизационная начального уровня от компании Сантур. Пружинно-масляная. Велосипед установлен на двойных ободах с универсальной резиной, которая одинаково хорошо будет подходить для городского асфальта и грунтовой дороги. Отмечу также, что эта модель VITOX имеет маркировку ATB. Это означает, что на ней установлены такие полезные для туристического велосипеда вещи, как крылья, защищающие от грязи, с брызговиками, подножка, багажник, позволяющий перевозить вес до 25 килограмм. Также звоночек. Вот такой вот фара. Втулка имеется спереди и сзади. Питаются они от втулки генератора, которая вырабатывает электричество. Втулка Shimano на руле монетки RevoShift. Это система переключения передач. Очень знакомая, дешевая, проверенная. Многие ее недооценивают. На мой взгляд, это очень простая схема переключения передач, когда у вас нет рычагов. Спереди здесь кассета на 3 звезды с переключателем Торней. Сзади кассета на 7 звезд с переключателем Ацера. В результате получаем 21 скорость. Вполне приемлемый результат для городского туристического байка. Тормоза, конечно, хоть и архаичные, вебрейки, но все же от компании Tektra. Вполне хорошо справляются со своими обязанностями. Велосипед замедляется плавно. При необходимости, конечно, можно отрегулировать, чтобы они работали как стоп-кран. Это на ваше усмотрение. Из недостатков этого байка можно отметить быстро протираемые манжеты, также одноразовые педали и не очень профилированное сидение. Как бы велосипед красиво не выглядел, но он должен хорошо ездить. А для того, чтобы это проверить, нужно на нем проехаться. Вес велосипеда составляет 16 килограмм, что, в общем, немало. Ну, не будем забывать про навесное оборудование. Крылья, подножки, втулка, генератор, который вырабатывает электричество для освещения, пар. Ну и, конечно же, багажник. Но вместе с этим велосипед получился не сколько тяжелым, сколько увесистым. Его скорости вполне хватает, чтобы держаться в городском потоке автомобилей. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, дорогие друзья, сегодня проведем драгрейсинг между двумя вот этими железными конями Бергамотом Витоксом из Германии и Ардисом Страйкер Тритопора из Украины Обратите внимание на Ардис Страйкер Это карбоновая рама, это вилка RockShox, Dart Trip Это двойные обода, это двухподвес 21 скорость, ребята Бортовой компьютер И вот это все бросит вызов немцу из Гамбурга Знаменитому Бергамонту Три, два, один, пошел! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» И вот Porsche 911 обходит Таврию, Словуту Финишная линия И вот эта победа!